На жидостанции путепровод произошло без преувеличения необыкновенное ДТП. Накануне таксист попытался переехать железнодорожный пешеходный переход. Такой дорогой его якобы повел навигатор. Не вышло. Автомобиль смял поезд. Подробности этого нелегкого ДТП знает Денис Козлов. Вот оно это злополучное такси. Еще даже убрать его не успели. Сами видите, это район путепровода, но ДТП-то произошло не здесь. В общем, не буду вас томить, рассказываю все с самого начала. Таксист, как он сам признался, из приезжих. Город практически не знал и ехал по навигатору. Судя по всему, на очередной заказ. И первоначальной версией нелепой аварии стала именно ошибка техники. Вот оттуда, со стороны улицы Куйбышева, и двигался товарищ таксист. Было в районе восьми вечера. Навигатор его вел и говорил, что все правильно. Пока не уперся он вот в эти вот железнодорожные пути. Но он долго не думал и решил их пересечь. Бомбило проехал первые пути. Вторые, видимо, пытался прорваться на ту сторону дороги. Тут-то в багажник и ударил пассажирский поезд. Протащил около сотни метров. Ошметки от автора скидало по округе. Такая странная, в то же время бескровная авария – событие экстраординарное. Говорят те, кто с ДТП на железной дороге встречается чуть ли не ежедневно. Автомобиль получил значительные повреждения, несмотря на это. Водитель остался жив. Что еще раз напоминание всем остальным водителям, что это просто счастливая случайность. В результате такого столкновения, безусловно, водитель мог бы погиб. А самое главное, он подверг риску жизни сотен пассажиров поезда. Но оправдание водителя и его жалобы на навигатор всякую правдоподобность потеряли, когда приехали дорожные полицейские. Тут все встало на свои места. У мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения. На месте он был остранен, освидетельствован. Показания прибора составили 0,65 мг на литр вдыхаемого воздуха. То есть достаточно серьезная такая степень опьянения. Также в отношении мужчины было составлено несколько административных материалов. Это в первую очередь нарушение правил проезда ЖД путей, то есть вне железнодорожного переезда. А услуги такси незаконно он предоставлял. Мужчину ждет лишение прав как минимум на полтора года. Будет время город узнать и ездить научиться. Да и благодарные, а главное целые пассажиры в будущем только спасибо скажут. Денис Козлов, Илья Сенкеевич, 7 канал.